Большинство людей вообще ничего не учитывают, когда они говорят. То есть они научились в несколько лет, годик-два-три говорить. И, как правило, больше они этому внимания не уделяют. В школе больше уделяют внимание именно правописанию. Бывает на литературе, через классику, через определенное произведение, все-таки культура речи воспитывается. То есть не все равно, как человек говорит. Мы должны понимать, что слова обладают магической силой. И поэтому от того, что мы произносим, может в той или иной мере даже влиять на нашу судьбу. Например, у человека есть такая фраза, как я считаю, фраза паразит. Ну ничего себе. Что она означает? Буквально. Ничего себе. Когда человек так говорит, он по сути себе создаёт программу, что не нужно мне ничего. Ладно, если бы он был бы, скажем, отшельником, то, в принципе, это нормально. Но если он живёт в миру, да, и при этом у него есть материальные цели, но при этом он себе сам же говорит, даёт установку, мне ничего. То есть желание есть, но при этом он сам же ставит барьер на пути реализации своих желаний. Вообще есть такая триада материализации, да. Мысль, слово, дело. То есть поступок. То есть начинается всё с мысли, с мысли образа. Потом мы это проговариваем, то есть словесно выражаем, то есть как бы проясняем, да. И потом уже идёт процесс материализации. То есть дело через конкретную практику. И важно, вот все эти этапы важны. Все три этапа важны. Ну мы же не построим дом, допустим, без проекта, да. Или, ну да, без проекта можно построить, но мы всё равно должны хотя бы план представлять в уме. То есть мысль образ всё равно должен быть. Вот. То есть без этого мы не сделаем. Так же и в жизни, то есть мы должны правильно думать, правильно говорить и правильно делать. То есть учитывая все эти три составляющие. Так вот мы как раз и на своих семинарах учим, как этот процесс взять под контроль. Для этого разум должен быть сильный. Чтобы ум взять под контроль. Ум должен быть как, ну как вот немецкая овчарка, дрессированная. То есть он должен вот так вот стоять на задних лапках и ждать команду хозяина, разума. Вот. А у многих ум ведёт себя как дворняжка, да, куда захотел, туда и побежал. Нужно как стать хозяином, да, в полном смысле хозяином ума своего и своих чувств в том числе. И соответственно тех процессов, которые происходят, мыслительных процессов, процессов построения речи, это всё взаимосвязано. Вот. И поэтому я рекомендую какое-то время вообще вот себя позаписывать на диктофон, как я говорю, что я говорю, потом проанализировать. Так человек, когда себя со стороны послушает, на самом деле может даже так обнаружить много очень интересных вещей. Вот. Выявить определённые слова, определённые фразы, которые, ну, обладают, ну, таким явно несозидательным характером, так мягко скажем. Потом вот эти все бранные слова. Там, ладно, когда воин на поле брани, отсюда и бранные слова, да? Почему их так назвали? Когда у него там кипит праведный гнев, да, и он там матерится, вот, разрушая, там, усиливая, там, свои действия, это одно. Но в повседневной жизни зачем это использовать? Вот. То есть это просто говорит о том, что у человека накоплена агрессия, а он её не знает, как её, куда её девать. И вот он её через бранные слова, через нецензурную лексику, так называемую, начинает выражать. На самом деле, по речи человека можно судить о том, как он думает, как вообще структурированного ум например, человек может говорить, перескакивая с одной фразы на другую. Вот. Или вообще не может даже связать, чётко сформулировать мысль.